Дай почитать. Сложившиеся стереотипы о половом воспитании, о возрасте старения женщин, о праве первой ночи, о поясе верности, о возможности развестись, о немытом средневековье и многом другом. В книге широко использованы различные источники – документальные, исторические, научные, литературные. Создается максимально объемная, насколько это возможно, картина жизни и королей с принцессами, и купцов с крестьянками. Несмотря на щекотливые и не очень открыто обсуждаемые интимные темы, Екатерине Мишаненковой удается придерживаться деликатной, ровной и объективной позиции. Книга хорошо выстроена, продумана, аргументирована и очень увлекательно-заразительна. Даже если вам вообще не интересны все эти средневековые люди со своими страхами, страстями, бытом и невообразимыми или обыденными судьбами, вы все равно попадете под магию этой книги и будете удивляться обширной таблице, в которую включены 365 принцесс и отмечены время вступления в первый брак, второй, если он был, количество детей, возраст первых и последних родов, возраст смерти. Вы убедитесь, что высказывание «Жениться по любви не может ни один король» совершенно беспочвенно. Вас ошеломят многие факты. Например, Иоанн Бездемельный с первой женой Изабеллой Глостерской развелся и женился на Изабелле Ангулемской. Он безумно в нее влюбился и отобрал ее у графа Лузиньяна. Изабелла родила ему пятерых детей, а после его смерти вышла замуж за своего прежнего жениха, и хатого самого графа, который ради этого разорвал помолвку с ее же собственной дочерью и родила ему еще девятерых детей. Институт брака тогда допускал три вида жен – жена венчаная, жена не венчаная и конкубина – аналог сегодняшнему гражданскому браку. Книга даст ответ, почему Жанну Дарк, именуемую девой, прежде чем обвинить в ереси, пытались превратить в распутную и бесстыдную женщину – проститутку, а затем в ведьму. Но все попытки прокурора распались, и ее в итоге объявили еретичкой. Екатерина Мишаненкова и ее блудливое средниковье способны удивить и заинтересовать многих. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова